Девушки отдыхают Купаниями в центре города Это факты на девятом Добрый вечер И начинаем мы с главного события дня Страна отмечает праздник весны и труда По краю, как и в других регионах Сотни первомайских демонстраций В Краснодаре шествием по главной улице города Прошли представители всех организаций Учебных заведений Желающих было так много Что количество пришедших измеряли Не в тысячах человек А в километрах Борис Максудов, как и весь девятый канал Тоже участвовал в параде И его репортаж вашему вниманию И в советское прошлое, и в российское настоящее Главным показателем успеха парада Является количество принесших в нем участие человека Окачательные цифры парада 2012 в Краснодаре Будут известны ближе к вечеру Но организаторы уже говорят, что пришлось Толкнуться с серьезной проблемой Количество желащих было так много Что участникам приходилось переходить На соседние с Красной улицы Приходится учитывать количество людей Которых нужно организовать, построить шеренги Каждая колония должна быть замыкающей Там быть направляющей Да, справа, слева Два ответственных человека посередине И вот каждый, зная свое место Что он движется за определенным человеком Вот это уже выстраивает органичную картинку Сейчас, когда до парада Остается всего несколько минут Самое сложное, это найти свою группу В которой прошагаешь до конца по улице Красной Здесь не работает ни сотовая связь Не помогут небольшие транспаранты Мы опоздали всего на несколько минут Уже трудно найти колонну 9 канала В середине 90-х Первомай перестал быть идеологическим праздником Но несмотря на такой ребрендинг Главные атрибуты у праздника весны и труда Остались прежними Это немного изменившиеся транспаранты Цветы, шары, а главное атмосфера праздника Встретиться, отдохнуть Увидеть, кто у нас работает в городе Ну как это, тусовка, весна, много людей Надо же как-то поддерживать Шарики дают Раньше нас заставляли Радовственные желания Тысячи демонстрантов пройдут по главной улице города Отойдут до главной площади, где ждут главные зрители парада Тысячи, тысячи семей со своими людьми Из личных побуждений Из собственных желаний Сегодня участвуют в демонстрации И это показатель всего того, что административный ресурс во всем этом Он присутствует лишь только для создания условий Для массового гуляния жителей нашего края И сейчас мы откроем главный секрет Кто же обладатель тех двух голосов Которые на протяжении многих лет в Краснодаре комментируют Все, что происходит на Первомайском параде Вот сейчас в этой газели сидят два человека Сергей Кожанов и Юлий Лихович Именно они главные символы Такие же, как шары, весна и транспаранты Компания «Бранц» в настоящем пуску Колония администрации и муниципального образования города Краснодар Представители всех структурных подразделений администрации куманской столицы Чтобы не запутаться в названиях предприятий Ведущим приходится использовать шпаргалки У мэра Владимира Евланова, который принимает парад Такой шпаргалки не оказалось Вот и девятый канал Городской глава по привычке представил новым телевидением Кубани Примерно здесь финиширует Первомайский парад в Краснодаре Но на этом праздник весны и труда не заканчивается По традиции он продолжится в городских парах и скверах Борис Максудов, Валентин Стуканок, девятый канал, Краснодар Поворачиваем налево Я добавлю, что по последним данным организаторов В Краснодарской демонстрации приняли участие 65 тысяч человек Напомню, прошлогодний рекорд составлял 63 тысячи Ну а в Анапе к Первомайским праздникам приурочили открытие летних заведений Там начали работать летние кафе, ларьки и магазины с сувенирами Ну а сам парад на курорте собрал более 5 тысяч человек Демонстрация прошла по главной улице города и закончилась на театральной площади После для жителей и гостей курорта начался праздничный концерт Который организовали силами местных творческих коллективов Первое мая это счастье встречи с друзьями Это счастье еще раз Анапе сказать о своей любви Ощущение весны уже полное просто Радость, конечно, на душе от всего этого Ну и как всегда было Мир, труд, май, так и мы В это же время парад проходил и в Ейске Праздник весны труда открыл военный оркестр Колонну демонстрантов возглавили музыканты 726-го учебного центра войск ПВО По данным местных властей пройти колонной по главной улице Ейска Пришли почти 10 тысяч человек Это праздник ностальгии А потому что раньше, когда в 80-е годы, вот это был праздник И сейчас вспоминаешь то, что было когда-то В Лобинске особенно много молодежи пришло на демонстрацию После того, как колонна прошагала по улице Красной в местных парках и на площади Прошли спортивные соревнования и шоу-программы Итак, по предварительным данным По всему Краснодарскому краю на Первомайскую демонстрацию вышло больше 400 тысяч человек А редакция фактов к этому дню сосчитала Сколько в крае населенных пунктов с названием Первомайский У нас получилось 18 поселков и хуторов имени сегодняшнего праздника И в каждом из них сегодня тоже концертное народное гуляние Но один из Первомайских отличился в день весны в поселке, который находится в Красноармейском районе Решили провести праздник зимних видов спорта Мальвина Магомадова, а тех, кто спотыкаясь и падая, все же дошел до финала В поселке Первомайском сегодня не проводят традиционную демонстрацию Так как население его совсем небольшое, всего чуть больше тысячи человек Но первомайчан есть своя традиция Они встречают Первый майский праздник спортивными семейными состязаниями На импровизированную спортивную площадку вышли 6 семей из разных поселков Красноармейского района Несмотря на праздник, настроение у всех боевое Каждая семья борется только за победу Особенно стараются Севастьяновы Они из Первомайского и сегодня практически весь поселок пришел поддержать односельчан Людмила Севастьянова рассказывает, что их участие в соревнованиях решилось в последний момент Главу семьи в день весны и труда по иронии не отпустили с работы Мы всегда принимаем участие, где и надо, постоянно участвуем Но получилось так, что папу вызвали срочно на работу Он должен был первого ехать вечером Срочно вызвали на работу и пришлось срочно искать в 10 часов вечера другого папу Папой на замену стал коллега Людмила Они вместе работают в Доме культуры Я как коллега по работе, работник Дома культуры и тура Я предложил ей свои условия Я говорю, пожалуйста, если надо, вам помогу Вот сыгрались, теперь сыгрались В приоритете на первомайских соревнованиях почему-то оказались олимпийские зимние виды спорта На весенней площадке их осваивали подручными средствами Так скейтборд заменил лыжи, а самокат – коньки Для многих участников такие нововведения оказались непреодолимыми Спотыкаясь и падая, семьи все же пришли к финалу Одержать победу команде Севастьяновых не удалось Первое место разделили две семьи Осюта из поселка Мирного и Карпенко из Водного А Людмила надеется, что в следующий раз поборется за победу уже полной семьей с мужем И тогда уже обязательно победит Мальвина Магомадова, Виталий Прилепский, 9 канал, Красноармейский район В Кубанской столице открылся сезон фонтанов Водная феерия начиналась в разных районах города в строго определенное время Как пояснили в мэрии Краснодара, брызги воды измывали в небо по расписанию Чтобы жители и гости Кубани смогли поочередно побывать на открытии сразу нескольких фонтанов Их запуск стал для детей, например, чем-то вроде старта купального сезона А на открытие главного светомузыкального фонтана на Театральной площади Накануне вечером собрались сотни человек На большом светодиодном экране можно было увидеть и узнать историю знаменитых фонтанов Петергофа, Барселоны, Рима и Парижа Но затем включили и сам светомузыкальный фонтан Под аккомпанемент Кубанского симфонического оркестра Он исполнил произведение Чайковского Безея Штрауса Фонтан супер! Мне так было жарко, я вот это прокатился внутри фонтана Впечатление отличное Я бегала в фонтане, там интересно А не холодно? Нет, нормально Очень понравился фонтан, первый раз я его увидела, конечно Хотелось бы посмотреть ночью еще, говорят ночью, он вообще бесподобный В Краснодаре сейчас работает 8 фонтанов Еще один обновленный фонтан у кинотеатра «Аврора» откроет ко дню города, краевой столицы Он будет светомузыкальным, а его площадь, как нам рассказали в городском департаменте строительства, составит более 500 квадратных метров Но все фонтаны в Краснодаре будут работать до наступления холодов Еще один сезон открыт Казачья станица «Атамань» сегодня начала принимать гостей Музейный и этнический комплекс на Таманском полуострове теперь работает ежедневно с 9 до 20 часов К открытию нового сезона там высадили тысячи цветов, деревьев, кустарников Для удобства посетителей билетные кассы с воротами в станицу По Атамане проводят экскурсии, рассказывают о жизни и культуре казаков, и все это на огромной территории, 20 гектаров Там расположены различные подворья, на которых можно научиться казачьим ремеслам В станице работают конюшня, казачья школа, громотенья, многочисленные харчевни и трактиры Атамань была открыта в 2009-м Ежегодно там проводят фестивали легенды Тамани и радуга семейных ценностей Повторюсь, работает музейный комплекс каждый день с 9 утра до 8 вечера Это далеко не все факты, вот что мы еще вам покажем Один неверный маневр унес 4 жизни Страшное ДТП под горячим ключом 2 иномарки От удары разлетелись на части В Краснодаре открыт скаковой сезон, чего он стоил лошадям и жокеям И почему дамы нарушили давнюю традицию И танцующая площадь центра кубанской столицы Сотни человек одновременно пустились в пляс благодаря объединяющей силе интернета И еще будут новости о предстоящей защите чемпионского титула Дмитрия Пирога Дождитесь Спасибо, что с нами Мы продолжаем И у нас на очереди открытие еще одного сезона На этот раз скакового Первый в этом году конный заезд прошел на Краснодарском ипподроме Приехали лучшие жокеи Юга России со своими породистыми скакунами Которые не раз, впрочем, продемонстрировали свой южный темперамент А ждали, однако, другой демонстрации Женских шляпок Но не случилось Леонид Манчинский о скачках с традициями и без них Увидеть открытие сезона на Краснодарский ипподром пришли сотни гостей По словам организаторов, для них здесь приготовили особую программу Ветеран Евгений Татарников пришел на ипподром пораньше Рассказывает, в эту атмосферу азарта и красоты Влюбился еще в послевоенные годы Вот уже больше сорока лет французский Говорит, ипподром советских лет с современным не сравнить Там слабые, конечно, были Ну не то, там трибуны все маленькие были Здесь хорошо сделано За городом все Все организовано Все хорошо Открытие сезона получилось интригующим и экстремальным На тренировочном выходе некоторые скакуны показали характер Впрочем, под командой Жакеев строптивых укротили и отвели на линию старта Призовой фонд первых в этом году скачек составил почти 600 тысяч рублей Побороться за него приехали 64 скакуна из нашего края и соседних регионов В забегах пыль из-под копыт поднимали лошади трех пород Чистокровно-английской, арабской и ахалтыкинской Ну, конечно, сложно, везде сложно Ну, с этой скачкой очень легко, в принципе, проехал Культурная программа была не менее насыщенной На сцене шоу-программа, бальные народные танцы, песни и музыкальные номера Чтобы гости могли приятно провести время между забегами Для них конные прогулки и шатры Мы хотим вести культуру хождения на ипподром Для того, чтобы наша молодежь, а также взрослая аудитория Чтобы они ходили на ипподром как на праздник Однако, то ли погода была слишком жаркой, то ли настроения не было Но в светском образе посмотреть на скачки пришли немногие Зато эмоции на трибунах было как на футбольном матче Мне кажется, что это мероприятие действительно помогает социализировать публику Народ объединить и порадовать Прекрасное впечатление, очень хороший день такой, ласковый, теплый И красивые лошади, все очень красиво За каждым забегом внимательно следил и Евгений Татарников Ветеран завел место у финишной черты Говорит, скакунов победителей всегда видел еще на старте И ни разу не ошибся Всего в программе восемь забегов По интересности, гости сравнивают их с соревнованиями Формула-1 Лидеры и аутсайдеры гонки постоянно менялись Но, а после того, как скачки завершились Праздник на Краснодарском ипподроме продолжился Леонид Манчинский, Владимир Брагин, 9 канал, Краснодар Четверо человек погибли в аварии под горячим ключом ДТП случилось минувшей ночью По предварительным данным, автомобиль Мазда Выехал на встречную полосу Там, на большой скорости, он столкнулся с Мерседесом От удара обе машины буквально разлетелись на части Обломки двигателя попали в едущий мимо Opel Он получил незначительные повреждения Водитель Мерседеса скончался на месте Мужчина за рулем Мазда и двое его пассажирок Также погибли Обе иномарки восстановлению не подлежат Сейчас ведется расследование В предварительной версии причина аварии Несоблюдение скоростного режима в ночное время На Кубани отметили день святых жен Мироносец Этот церковный праздник прославляет подвиг женщин Которые повсюду сопровождали Иисуса Христа А на следующий день после его смерти Пришли, чтобы приготовить его к погребению И согласно евангельскому преданию Стали первыми свидетелями воскрешения Господня Как рассказали священнослужители День святых жен Мироносец Это православный 8 марта Церковь отмечает его как праздник всех женщин-христианок Все женщины, кто любят церковь, кто любят храм, кто служат церкви Это тоже мироносец Я поздравляю всех вас, дорогие друзья, женщин-мироносец Которые любят Господа, любят церковь Пусть Господь укрепит вас, поможет вам расти детей, внуков И пусть жизнь будет легче, радостнее, как Господи Христос воскресе Христос воскресе В честь праздника святых жен Мироносец Митрополит Екатеринодарский Кубанский Сидор Провел божественную литургию в храме Рождества Христова После владыку пригласили в Краснодарскую филармонию Где актеры драмы на сцене воссоздали библейский сюжет В музыкально-театрализованном представлении Принял участие оркестр русских народных инструментов Краснодарской филармонии А также творческие коллективы из разных районов Кубани Подвиг жен Мироносец вошел в историю И уже больше двух тысяч лет он чествуется, отмечается И для современных женщин это на самом деле тоже очень важное понимание Потому что каждая женщина она тоже служительница Господу Потому что она самое главное растет детей И сегодня, когда у нас идет с одной стороны возвращение к нашим истокам К нашей вере, к нашим традициям В то же время мы видим идет и особенно поднимается хула Какие-то притеснения, обвинения, искаженное восприятие Всего, что связано с церковью Поэтому как никогда сегодня нужен вот этот молитвенный подвиг наших женщин Отмечу, что православный праздник Жен Мироносец на Кубани так широко празднует уже второй год подряд К празднику Жен Мироносец Екатеринодарская кубанская епархия приурочила благотворительный концерт Его организовало добровольческое движение «Доброе сердце Кубань» Чтобы собрать средства для нуждающихся семей На концерт пришли сотни прихожан краснодарских храмов И три семьи, которые особенно нуждаются в материальной поддержке Вдове Ирине Рейнгард, матери троих детей приходит Ее сын Григорий болен детским церебральным параличом На лечение мальчика средств в семье не хватает Спешил тишить, когда мама плачет Но ты порой пройдешься с холоком Сердечных мук совсем не замечаешь Запомни, сердце матери одно Ты за него перед Богом отвечаешь Семьи эти сами по себе не ждут сложа руки помощи А сами пытаются делать все, что могут И при этом, конечно же, они нуждаются по разным причинам Тем более, что в двух семьях есть дети-инвалиды В ходе благотворительного концерта удалось собрать около 50 тысяч рублей Сбор средств продолжается И если вы решили помочь семьям, которые нуждаются в особой поддержке и заботе Вы можете обратиться в епархию Ну а теперь об объединяющей силе интернета Которая собрала на площади Краснодара сотни человек ради танца Профессиональные хореографы бесплатно обучали всех желающих Ну и к танцевальному марафону присоединился наш корреспондент Майя Губа Как отметить Международный день танца Роман хорошо знает Уж точно не пивом или коньяком Тем более, что танцуя без перерыва семь часов Он чувствует себя как будто слегка опьяненным Много людей сегодня пришло? Да, очень много людей пришло Человек 200, наверное, пришло, может даже больше То есть постоянно люди сменялись, да? Да, люди сменялись, новые приходили Кто-то оставался, кто-то с самого утра до последнего танцует На бесплатный урок пришли в основном ученики Романа Он преподает в школе танцев Но в зале есть и новички Девятилетний Влад в танцевальных стилях ориентируется лучше, чем его мама на собственной кухне Но ему пришлось постараться А в соседнем зале зрелище для сильных духом И хоть двигаются девушки еще не совсем умело Шоу все равно завораживает Освоив несколько па, можно было тут же закрепить знания А он снимает В эти выходные театральная площадь превратилась в огромную танцевальную площадку Чтобы принять участие в стихийном танцевальном марафоне сюда пришли сотни людей Организаторы уверяют, что такого в Краснодаре еще не было Сзади вас выходят две колонны Впереди вас четыре колонны Начинается общий танец Все? Поняли? Вот, все Социальные сети нам помогали Мы вконтакте очень много рассылок делали Так что и друзья помогли рассылку сделать Лезгинка, русский народный Брейкденс, хип-хоп, дапстеп Сначала все, кто пришел, позавидовали профессиональным танцорам А после должно было начаться то, ради чего, собственно, все и собрались Подготовленные юноши и девушки, больше двухсот человек Танцевали не совсем синхронно, но задорно Присоединиться мог любой желающий В чем, в общем-то, и заключается смысл флэш-моба Но закончился он довольно быстро Так что многие не успели раскрабриться У пришедших слов не было Одни эмоции Девчонки, рассказывайте, почему сюда пришли вообще? Вы проводили флэш-моб Да, это за вас пришли Разгоряченные, конечно, танцами Тела подростки остужали в фонтане Включать его в этот день в мэрии сначала не хотели Но согласились Может, с точки зрения здоровья это и неправильно Зато весело Моя губа, Денис Маскаренко, 9 канал, Краснодар Но в Москве в эти минуты заканчиваются последние приготовления К одному из главных событий года в мире бокса Дмитрий Пирог готовится в третий раз защитить титул чемпиона мира в среднем весе Его соперник японец Набухира Ишида Один из самых серьезных оппонентов в карьере Пирога Накануне не просто чемпионский пояс, но и очень крупный контракт Который, как говорят специалисты, выведет нашего боксера на другой, более высокий уровень С места событий передает Асланбек Бадаев До начала чемпионского поединка между Дмитрием Пирогом и японским претендентом Набухира Ишидой Остаются считанные часы Однако сам турнир уже начался При всем уважении к остальным участникам соревнований Интерес зрителей почти целиком прикован к противостоянию Пирога и Ишиды И как часто бывает в таких случаях Зал начинает заполняться только к началу главного поединка По крайней мере так было во время последнего боя Дмитрия в Краснодаре И вообще турнир столицы Кубани стоит для нашего боксера Собняком В Краснодаре Такого я один раз испытывал И то не в таком мере Это когда боксировал в Лас-Вегасе Такая атмосфера была в зале В Краснодаре немножко переплюнула даже Изюминкой мероприятия стало и то Что в одном шоу выступят боксеры, гигбоксеры И представители смешанных единоборств Или боев без правил, как и называют в постонародье Именно они сейчас и открыли предварительную часть вечера Переходя к главному поединку Претендент Ишида накануне заставил поволноваться И организаторов, и соперника Не уложившись в рамки средней весовой категории Чемпионский статус поединка был под угрозой Но все обошлось По словам японца, казус произошел из-за того Что его собственные весы показывали меньше Чем весы организаторов Оценивая шансы соперника, хотелось бы отметить Что россиянин впервые в карьере Встречается с боксером, превосходящим его в габаритах Пусть и не на много, всего на пару сантиметров Но японец может извлечь из-за этого выгоду Тревожит и полное спокойствие Ишиды Как сказал сам Дмитрий Набухира приехал в Москву побеждать Это видно и по его настрою Предстоящая защита титула станет третьей для нашего спортсмена И если в прошлых поединках, помимо результата Пирог пытался показать еще и красивый бокс То в этот раз все будет по-другому Дело в том, что на руках у кубанского спортсмена Контракт от американского телеканала HBO С предложением провести объединительный поединок С австралийцем Дэниелом Гиллом Но россиянин пока не спешит подписывать его Понимая, что неудача в сегодняшнем поединке Может разрушить все его планы И поэтому с уверенностью можно сказать, что поединок с Ишидой Самый важный в карьере пирога И именно по его итогам определится дальнейшее ее направление Асланбек Бадаев, Евгений Береснев, 9 канал, Москва Еще немного спортивных новостей Финал баскетбольной школьной лиги стартовал в Краснодаре За право называться лучшим борются 26 команд Это чемпионы республик, областей и краев юга России С этого года Лока Баскет получил статус всероссийского турнира И теперь наравне с юношами свое мастерство на площадке доказывают и девушки Я очень рада, что в этом турнире участвуют девушки Мне нравится баскетбол Очень здорово, что не только и мальчики участвуют, но и девушки тоже Среди девушек не так часто, но мальчики у нас ездят И в разные города ездят Но среди девушек мне очень много собирается Лока Баскет – один из самых крупных проектов в России для старшеклассников В этом году он охватил 13 регионов и 130 тысяч школьников Главная задача этих соревнований – поддержка профессионального кубанского баскетбола Для этого, грубо говоря, турнир создавался, чтобы пополнять ряды болельщиков Пополнять ряды именно будущих звезд Именно команду баскетбольного клуба «Локомотив Тупай» И я думаю, что на юге самые перспективные и самые одаренные дети Так как здесь у нас солнце, тепло и вода Финал будет длиться пять дней Предварительные игры решили проводить в Аграрном университете А вот суперфинал состоится в субботу во дворце «Спорта Олимп» Но что получат в качестве главного приза победителя, организаторы пока не разглашают Но, например, чемпион прошлого сезона, школьная команда из Волгограда Всем составом отправилась на неделю в Литву Следить за выступлениями сборной России на чемпионате мира по баскетболу Что ж, первомайский день завершается Однако народные первомайские гуляния в Краснодаре, например, продолжаются до сих пор А, например, прямо сейчас на улице Красной Кубанской филармонии играет эстрадный симфонический оркестр В программе концерта под открытым небом классика и джаз А вместе с оркестром выступают артисты Краснодарской филармонии Послушать концерт собрались сотни жителей и гостей Краснодара Но, как говорят сами музыканты, такие выступления впредь они планируют проводить каждые выходные Если позволит погода Вот как раз позволит ли, узнаем прямо сейчас прогноз погоды на девятом Ну, а у нас на этом все Я желаю вам хорошего вечера Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!